Привет друзья! Если у вас достаточно времени и повышенный энтузиазм приготовить что-нибудь вкусненького, то приготовьте мега слоистые нежные лепешки с луком или зеленью котламу. Готовятся такие лепешки из самых простых продуктов и получаются очень они нежными и слоистыми. Для этих лепешек нужна только мука, немного соли и горячая вода, почти кипяток. Замешиваю тесто сначала лопаткой, а затем руками. Тесто должно получиться мягким. Собираю муку со стенок чаши к середине и как обычно месяц теста обминаю несколько минут теста. Если тесто рыхлое и рвется комками, значит оно еще не готово к работе. Собираю тесто и буду делить на 8 частей. Лепешки будут небольшие и вес одного кусочка примерно 80-85 грамм. Беру один кусочек и обминаю его хорошенечко еще раз. Собираю в шар. Поверхность лепешки должна быть плотной и кладкой. Смазываю дно тарелки растительным маслом и укладываю туда лепешки. Затем эти лепешки обильно обмазываю растительным маслом. Накрываю и даю им отдохнуть 20 минут. В это время режу зеленый лук. Верхнюю толстую часть срезаю и убираю. Буду использовать только зеленую часть лука. Режу очень мелко. Для прослойки лепешек беру немного муки и завариваю кипящим маслом растительным. Быстро перемешиваю, чтобы не было комочков. Можно масло подсолить по желанию. Тесто постояло и стало очень эластичным, как пластилин. Руками делаю лепешку, а затем скалкой раскатываю тонкое тесто. Кстати, тесто можно растянуть руками, без скалки тоже. Этим мне и нравится заварное тесто своей пластичностью, что заметно улучшает качество вкуса. Да и готовится быстрее такое тесто, чем обычное. Наливаю немного заварного масляной муки и распределяю по всей поверхности лепешки. Сверху посыпаю луком обильно, можно и поменьше. Зависит от ваших предпочтений. Заворачиваю в рулет поплотнее, так будет побольше слоев тогда. Затем беру концы рулета и немного растягиваю. Заворачиваю в улитку рулет. Концы подгибаю вовнутрь теста. Слегка надавливаю посередине ладошкой, придаю плоскую форму. Еще раз раскатываю лепешку, делаю ее потоньше. Чем тоньше лепешка, тем нежнее и слоистее она будет. И еще вам на заметку, если хотите более хрустящую лепешку, то прослаивайте тесто сливочным маслом вместо растительного. Жарить лепешки я буду на разогретой сковороде с небольшим количеством масла. Как обычно жарим с двух сторон до румяной корочки. Чтобы быстрее приготовилось, накрываю крышкой и жарю на среднем огне, это тоже учитывайте. Лепешки готовятся очень быстро, так что удобнее на газу, чем в духовке. По желанию горячие лепешки можно обмазать сливочным или топленым маслом. И еще вкусно есть такие лепешки, обмазанные сметаной. Обалденно слоистые и нежные лепешки получились. Подают котлому еще горячими, прямо к столу. Холодные они уже не то, хотя подогреть всегда можно. Советую приготовить для своих близких, ведь это совсем не трудно. И приятно удивить и своих. Так же, как не трудно вам поставить мне лайк за это видео. Видите, не трудно, а мне приятно. Пока-пока.